Дорогие гости! Наверное, что мы будем начинать. Я очень рад, что Коля к нам снова пришел. Наверное, многие из вас были, когда мы отправили читку в Иранской конференции 3 января этого года здесь. И вот сегодня мы решили снова пригласить Коля Гостюкина, который теперь уже выступает в качестве не только актера, ученика Уропаева, но еще и состоятельного режиссера. У него скоро будет дебют. Вы все, наверное, видели и знаете. 6-го и 12-го, да. Соответственно, будет спектакль «Иранская конференция» 6-го в филармонии Клюв, а 13-го в университете. То есть покупайте билеты, приходите. А сегодня Коля расскажет про то, как рассказывать истории, что такое вообще storytelling и как это работает. Ну, я очень рад. Ну, я рад, да. Ну, я бы, наверное, хотел начать с того, что... Вот там немножко Саша заявил в описании, да, что это будет про театр, про кино, про журналистику. Мне бы, если честно, хотелось бы для начала спросить вас, как бы, в какой области вам это интересно узнать? Ну, то есть в чем, как бы, здесь больше кого? Те, кто про кино хотят, про театр, про журналистику. Потому что рассказывать истории можно и там, и там, и там. Вот. Театр. Театр. Про театр. Про театр. Про театр. Про театр. Про театр. Окей. Ладно. Я тогда как-то так это все соберу в один... Проходите. В один какой-то материал. Я специально не стал делать, на самом деле, никаких презентаций, потому что, на самом деле, тут очень много о чем можно рассказать. Ну, начну с того, что вообще само понятие истории тейлинга, да, оно относительно новое, и пионером в так называемом истории тейлинга стало издание New York Times. Они опубликовали, я точно не помню, когда это было, примерно лет, кажется, пять назад, они опубликовали большой такой материал, он назывался Snowfall. Вот. И они опубликовали любой материал, интерактивный, мультимедийный материал, как бы, о одной из вершин, вот, он был посвящен, в смысле, гор, вот. И, собственно, по названию этого материала Snowfall стали называть вот такие материалы в журналистике, вот, Storytelling. Что он из себя представлял? Он из себя представлял текст, много текста, вот, но текст как бы сформированный, то есть это была не простыня, текст был разбит на фотографии, красивые фотографии, на видео, на инфографику, на кучу просто сопроводительной информации, посвященной вот этой горе, тому, как рядом с этой горой там какая-то жизнь, берется, как люди пытаются туда забраться на нее, вот. Почему пытаются забраться? И, собственно, вот это вот название этого материала, оно дало название, как бы, самому, даже, так сказать, жанру журналистики, вот. Ну и, собственно, с тех пор многие, как бы, стали его использовать для того, чтобы обозначать свои вот такие материалы. Я начну с журналистики, если вы не против, да, рассказывать истории. Ну, начать, наверное, с той, с того, простите, какие издания вы читаете, ну, читайте «Медузу», да, вот, все, наверное, читают, да, что это за издания. Вот. А какие-то зарубежные издания читайте, New York Times, может быть, Washington Post, USA Today, что-то иностранное. Халютый порт. Не важно, в общем. «Медуза» достаточно. Ну, или РБК. Читаете ведь РБК? Хорошие издания? Да. Сайты, классные. Вот. И вот эти несколько изданий, ну, их, на самом деле, больше, больше, чем РБК, больше, чем «Медуза». Я просто называю те, у кого есть какие-то наиболее удачные примеры, я называю просто те, кто, как бы, наиболее подвижен, как бы, в плане журналистики. Вот. Что вообще такое «Рассказывать историю»? Рассказывать истории, в смысле «Столитейлинг», нужно, во-первых, для начала для себя понять, о чем вы хотите рассказать. С чего это все начинается? Начинается с понимания о том, что вы хотите рассказать. Что это за проблема? Что это за вопрос? С постановки вопроса. Что? Это о чем? Чтобы что? Вы хотите рассказать историю? Чтобы что? Чтобы помочь какой-нибудь маленькой Леушке под Новосибирском, чтобы туда, значит, провели электричество и газ? Или вы хотите помочь, например, каким-нибудь, какому-нибудь, не знаю, там, какому-нибудь району, чтобы у них наконец-то включили отопление? То есть каждый раз вы должны, начиная вот такой материал, когда пишете, я сейчас говорю про журналистику, ну и на самом деле не только про журналистику. Это касается и кино, это касается и театра, вы должны себе задавать вопросы. Вы это делаете, чтобы что? Для чего? Потому что вот этот вопрос, он вас будет преследовать постоянно. Если вы с самого начала не ответите себе на вопрос, чтобы что? Я делаю это, чтобы что? Заработать деньги. Я делаю это, чтобы рассказать о том, что у меня вот, например, внутри что-то болит. Или я это делаю для того, чтобы, например, впечатлить девушку. Потому что от этого вопроса, вернее, от ответа на этот вопрос зависит получаемый вами и получаемый вами результат. Если вы себе с самого начала зададите этот вопрос, и ответ на него будет, например, впечатлить девушку, то у вас и получится материал, который будет создан для того, чтобы впечатлить девушку. То есть он никуда как бы дальше не поднимется, ни на какой уровень. И смысл его показывать там кому-то, кроме этой девушки, я думаю, что я могу ошибаться, но возможно, что и нет. Если у вас как бы цель снять там, например, кино и рассказать, ну, как бы для какого-нибудь издания, ну, или для себя, в материале, как бы, ну, что-то такое злободневное, что-то очень больное. Например, ну, не знаю, например, вы решили, вот, в журналистике это такой очень излюбленный жанр, вы решили, например, вжиться в любую профессию, да, там, поработать, предположим, таксистом. Почему таксистом? Потому что, ну, таксисты же людей возят, они там, у них есть шанс, как бы поговорить с другими людьми. И вот вы решили поработать таксистом, например, чтобы понять, какова вот у них жизнь, например, в Перми. Вот, и чтобы, например, пообщаться с пермяками, как бы с большим количеством пермяков, какая-то, чтобы у вас был репрезентативный выбор. Вот вы ездите, общаетесь, оформляете все это все в какой-то материал. Но просто текстом это делать будет скучно, потому что вы уже понимаете, что люди не любят читать. Особенно сейчас. У нас сотни гаджетов, планшеты, телефоны, ноутбуки. Они все разных размеров. Я думаю, что в будущем появятся еще какие-то более новые устройства. Вот там, это watch, я там что-то фотографии могу смотреть, сниму. Наверное, скоро нужно будет с часов и книги читать. Причем я сильно сомневаюсь, но мало ли. Вот. И создавая такие материалы, вам нужно в первую очередь ответить на вопрос, для чего вы это делаете. Вот. Едем дальше. Значит, создали вы материал, вернее, ответили вы на вопрос, для чего вы его создаете. Создали вы этот материал, у вас получилась кипа текста. Вот. Кипа текста никто не будет читать, не важно на каком устройстве. Вам нужно как-то ее облагодарить. Вам нужно добавить туда материал, фото, видео, инфографику, например. Или может быть, какие-нибудь интерактивные материалы. И это все полностью зависит от вас. Это все зависит от вас, ну, от вашего какого-то бюджета, умения фотографировать, наличия знакомых, фотографов или географов. Потому что без этого ваша история, например, в журналистике, да, если вы пишете материал, если вы пишете какой-то текст, она просто будет неинтересна, если вы не сомнете вот этими интерактивными материалами. Если мы говорим, например, о театре и кино, здесь история, ну, на самом деле, в чем-то схожа. Потому что, ответив на вопрос, для чего вы это делаете, например, пишете сценарий для фильма для своего какого-то, вы сразу поймете как бы масштаб этого фильма. Понимаете, если вы снимаете, если вы снимаете, например, или если вы пишете сценарий для своего небольшого какого-то интерактивного фильма для того, чтобы, ну, просто вот его снять с друзьями, чтобы собраться, то, соответственно, как бы у вас и темы будут как-то плавать вот на этом уровне. Потому что я не знаю, к сожалению, вот, может быть, они есть, но я, к сожалению, не знаю ни одного примера, когда вот группа друзей собралась, они сняли фильм, и он вот как-то, знаете, попал там в группу на Каннский кинофестиваль. Может быть, они и есть, я просто не знаю, я не буду голословным, вот. Поэтому, как бы, ну, оттолкнувшись от того, для чего вы это делаете, вам станет чуть-чуть проще. Вот. Дальше вы начинаете с какой-то, ну, опять же, с проблемой, да, вы ответили себе на вопрос, вот вы пишете сценарий, вы отталкиваетесь к проблемам, что вам, как бы, интересно, для чего вы это пишете, да, вот. Что бы вы хотели этим фильмам сказать, потому что любой же фильм, любая пьеса в театре, это какое-то высказывание. Мы сейчас говорим не про режиссеров, которые, как бы, интерпретируют, интерпретируют текст пьесы и наполняют их какими-то смыслами, потому что у режиссеров, как бы, у них своя какая-то работа, с которой я, кстати, зачастую не всегда согласен. Я считаю, что режиссер, конечно, он наполняет работу исполнительскую, а не творческую, вот, потому что, на самом деле, он, как бы, основную всю работу делает драматург. Он написал для режиссера такую инструкцию, и режиссеру, на самом деле, нужно просто этой инструкции придерживаться. Но, к сожалению, современные режиссеры, они просто начинают, как бы, что-то там добавлять какие-то смыслы, и получается так, что вы, когда приходите в театр, вы, на самом деле, не сможете отличить там Ипсона от Малиера, Чехова от Островского, потому что режиссеры, современные режиссеры, наполняют их какими-то собственными смыслами, и вы, голос автора драматурга, вот, вы даже его там не слышите. Вот, поэтому, вот, вы, определившись с проблематикой, о чем вы хотите сказать, что у вас внутри, когда, если мы говорим про кино и про театр, вы начинаете писать. И здесь у вас начинается одна из самых главных проблем, как вот, писательских и не писательских. Это вот этот такой блок, когда вы начали писать, может быть, написали там два абзаца, и вам начинает казаться, что все, что вы придумали, это какая-то чушь, просто болжет, просто непонятная. И для чего вы вообще все это делаете? Хотя, вроде бы, вы себе ответили на вопрос, я это делаю, чтобы, например, поехать с этим в Канн. И я это делаю, например, для того, чтобы поставить, например, спектакль в этой пьесе, не знаю, в Пельми, или у себя там в Кудынгре, ну, не важно где. Вот. И единственный, как бы, способ, как с этим можно бороться, это просто продолжать писать. Просто, как бы, забить этот голос внутри, потому что этот редакторский голос внутри, он, скорее всего, есть у всех из вас. И очень большой секрет, я вам сейчас поделюсь им, что у писателей и у драматургов очень известных этот голос, он еще громче внутри звучит, они постоянно с ним сталкиваются. Вот. Я учился в Ивановой Рыбаре, я знаю. Вот. И, как бы, чем ты больше пишешь, тем, чем, как бы, ты, не знаю, известнее становишься, популярнее, тем этот голос, как бы, сильнее у тебя звучит. И ответственности какой-то больше, потому что ты не можешь написать, ну, какую-то, как бы, какую-то чушь, потому что ты постоянно должен писать, как бы, о чем-то большем. То есть, как бы, темы, затрагиваемые в твоих текстах, должны становиться больше, как бы, должны расширяться. Но это все зависит, на самом деле, и от личности драматурга. Потому что, ну, то есть, как бы, разрабатывая какие-то тексты, ты же все равно становишься все сильнее, все сильнее и умнее, читаешь книжки. Вот. Поэтому, когда вы определились с вот этой проблемой, вы понимаете, что она вас цепляет, цепляет, ну, цепляет, вот, ну, ответив на вопрос, на чего вы пишете текст, вы начинаете писать, вот вы столкнулись с этим, как бы, с этим редактором, вот, он вас внутри, значит, начинает корректировать, начинает говорить ему, что вы пишете какую-то чушь, вот. С ним нужно найти общий язык, потому что, если бы просто гасить, то вам, к сожалению, это может быть и богом. Вот. Поэтому с ним нужно найти общий язык, договориться как-то и, ну, и просто писать. На самом деле, секрет в том, что нужно просто писать и доверять себе. Потому что, на самом деле, в каждого из вас, во мне, в вас, в любом человеке, который сюда пришел или нет, пришел, вот, в Саше даже, который в телефоне сидит, в нем есть этот талант на писание. Все, что нужно, просто сесть и начать писать. Ну, и доверять за себе. Потому что вот этот голос внутри, он постоянно будет говорить, что не, не, чувак, не доверяй себе. То, что ты сейчас придумал, это ставит. Ну, потом, не надо. Не надо. Зачем ты это делаешь? Ты тратишь время. Ну, зачем? Иди лучше поработать там. Не знаю, кофе купить или поспить. Или сериал, посмотри, сериал уже много. Вот. Но на самом деле, хороших сериалов их не очень много. Скажу вам честно. Вот. Я, например, до сих пор не смотрел «Групы престолов». Сразу, скажу, ни одной серии не смотрел. И, честно, вам скажу, смотреть не собираюсь, не хочу. Вот. Вы просто вот Саша сейчас обсуждали, он сказал, что это классный пример, что ли, тейлинг. Скажу вам честно, что не очень классный, потому что «Групы престолов» основан все-таки на книге. И сами авторы там, как бы, ну, они не очень сильно там заморачивались этим со всеми, не очень сильно вкладывались. Вот. Но это немножко в сторону отходит. Смотрите, сейчас какой формат. Я вам немножко расскажу и хотел бы от вас послушать какие-то вопросы, потому что мне было бы так удобнее, потому что у вас же наверняка возникнут вопросы, вы скажете так, Николай, расскажите там, что в кино, как. Вот. Поэтому вот вы обозначили, для чего вы пишете текст. Но важно, например, для СМИ, для кино, для театра. Вы встретились со своим внутренним редактором, когда начали писать. Обычно это после того, как вы написали одну страницу или несколько абзацев. Вот. Вы с ним как-то договорились. Вот. Пишите. Я просто не очень хочу вам рассказывать про структуру, потому что здесь на самом деле каких-то конкретных правил нет. Это не так важно. Потому что важно вот именно ваше понимание, для чего вы это делаете. И важно, чтобы вы у себя внутри договорились как бы с вот этим своими редакторами. Вот. Потому что тексты, на самом деле, их много. Очень много разных. И не важно, что вы там напишите. Напишите ли вы там о том, как Годзилла занялся там любовью, не знаю, с девочкой, у них родился ребенок, и вот из этого родилась ваша пьеса. Потому что пьес реально очень много, и они в таких вещах, как космические бывают. Но при всем при этом эти пьесы, например, могут, подобные пьесы могут победить там где-нибудь, ну, любимых кем-то. Вот фестиваль Новый Дом Турни, очень хороший, кстати говоря. Вот. Поэтому, если вдруг вы хотите написать пьесу, и вы вот думаете, а вот что мне потом с ней дальше делать. Вот очень хороший вариант для вас это отправить его на любимый кем. Очень хороший фестиваль, на котором, как бы, может быть такой старт очень хороший для вашего текста. А вас узнают, вы станете знаменитостью. Режиссеры будут биться за то, чтобы поставить вашу пьесу, как бы спектакль по вашей пьесе. И вы, может быть, даже немножко разберете эти. Но это не факт. Ну, ладно, пойдем дальше. Что еще? Ну, с кино, на самом деле, похожая история. То есть, абсолютно так же драматурги сталкиваются с таким же, как бы, внутренним каким-то вот этим редактором. Вот. Любой текст, драматургический, ну, в смысле, для кино или для театра, вот. Да и даже при журналистике он состоит из трех основных вот частей. Введение, основная часть заключения. Здесь, как бы, никаких сюрпризов нет. Что нового, я вам не скажу в этом смысле. Вот. Но, например, если, там, в журналистике, ну, достаточно, там, добавить этот текст, там, картинок классных, там, каких-нибудь стильных. Вот как здесь, да, у нас мы на выставке, да, вот эта выставка. Саша, как она называется? На мерцании. На мерцании. Здесь вот классные фотографии. Вот, если вы, например, пишете фотографию про пермских фотографов, пишете текст про пермских фотографов, вот, вы добавили вот эти все фотографии, еще наснимали какое-нибудь видео на айфон, например, на этой выставке. Все, ваш текст выставит. Он будет классным. Вот. Но я бы, конечно, туда еще добавил какие-то мнения, мнения вот этих фотографов, встретиться с ними. То, например, как бы, в кино и в театре это немножко не сработает. Вот. В театре, например, вам все-таки нужно погрузиться, как бы, в ваших персонажей. Вам нужно, ну, как бы, на самом деле, когда вы будете писать, вам нужно представить ваших персонажей. Во-первых, понять, сколько их будет. Представить, кто они такие, мужчина, женщина, кто они, чем они думают. Поставить себя, возможно, в их место. Но штука, на самом деле, в том, что, когда вы начнете писать, это так, на самом деле, не работает. Вот вы, когда начнете писать, вы вспомните мои слова. Вы будете писать, и такие, а, Коля, нам говори, ну, вот у меня сейчас это началось, вот вы правы. Вот. Вы, когда будете писать, вот эти ваши, как бы, персонажи, они просто из вас лица будут в текст. Просто вам нужно, на самом деле, не ставить блоков. И вот они будут литься как бы в текст, там, на вашем ноутбуке. Вот, вы там что-то будете печатать, какие-то буквы. Они будут как бы формироваться в текст. И эти персонажи, они там будут говорить. И вам просто нужно себя не затыкать и дать им возможность поговорить на бумаге. Потому что пьеса, например, как сценарий для фильма, это художественное произведение. И нужно к нему так и относиться. Это художественное произведение. Это не просто вы какой-то текст написали, и типа это какая-то чушь. Нет, это чушь, это художественное произведение. Не нужно забывать об этом. Ваши персонажи не будут говорить, они там в какие-то ситуации будут попадать. Скорее всего, кстати, эти ситуации будут, ну, такой как бы, ну, такой ретрансляцией того, что было с вами в вашей жизни. Возможно, не конкретно в ваших каких-то событиях, в которые вы попадали, там, влипали, в хорошие, не очень хорошие обстоятельства. Вот, может быть, это будут какие-то события, в которые попадали ваши друзья. Ну, точно будут. Вот, я, например, знаю, ну, я вот изучал там какие-то записки, Ирина Толстого и Наталья Достоевского, что они там прям брали, вот, и стоят, вот, и, как бы, с, ну, как бы, с людьми из них общей тусовки, и просто это все включали в свои пиесы, в свои тексты. И друзья такие по тусовке говорили, так, Лев Николай, что ты, слушай, у нас на балову такая история была, ты что это в своем произведении используешь? Ты давай как-то это не используй. Вот. Поэтому вы этого не стесняйтесь, но все-таки, как бы, старайтесь, ну, слишком уж напрямую, как бы, не брать из жизни. Вот. Но это, конечно, не возбраняется. Вообще, я хочу, чтобы вы помните, что в драматургии, не важно, где кино или где театр, каких-то конкретных правил нет. А те, которые есть, они нарушаются, постоянно нарушаются. Вот. Вы можете, кстати, ну, то есть, совершенно не возбраняется там, ну, начать, например, текст, там, пьесы про одно, да, потом убить героев и начать его делать совершенно про другое. Вот. Я просто, почему я это все сейчас объясняю, потому что я хочу, чтобы вы почувствовали, что, на самом деле, весь секрет в том, что нужно просто начать писать и себя внутри не затыкать. Вот. Ну и желательно, чтобы вам никто тоже не мешал этим заниматься, потому что рядом с вами всегда будет какое-то эхо, как бы, каких-то чужих мнений, и, как бы, вам нужно просто себя услышать, если вы хотите начать писать. Вот. Я сейчас говорю не только про театр и кино, это касается и журналистики, потому что классные тексты, они такие пишутся. Журналист приходит, он набрался материала, собрал его, сел с ним, как бы, там, как-то переспал с ним, вернее, сел с ним, начал, как бы, это все оформлять в текст. Вот. Начал это создавать вот такую историю. Потому что, на самом деле, чтобы вы, кстати, знали, что из хороших текстов, ну, чаще всего это зарубежные тексты, особенно еще те, кто получили пульсовскую премию, из них очень часто пишутся сценарии, очень, ну, известных фильмов. Вот первое, что мне сейчас пришло в голову, например, ну, вы, возможно, не смотрели этот фильм, этот фильм с Мэттом Дэймоном, он называется «Не брать живым». Вот в оригинале называется «Зеленая зона». Смотрел кто-нибудь его? Не смотрели? Ладно, не важно, в общем. Это история про то, как военные, в общем, американские военные в Ираке, история про то, как они искали-искали и не нашли химическое оружие. Этот фильм, сценарий его основан на статье. На статье The New York Times. И это абсолютно нормальная история. Очень часто это происходит, что на хороших журналистских статьях, зарубежных чаще всего, ну, почти всегда, на них основываются какие-то сценарии кинофильмов, и журналисты получают за это очень большие отчисления. Поэтому, вот вы можете тоже, например, выучить английский, написать классную статью, и, видите, все возможно. Ладно, сейчас я немножко остановлюсь на журналистике, чтобы с ней уже покончить. Вот в рухе вы поняли, для чего вы пишете статьи. Например, как бы у вас там, вот, например, вот, я сам эскизово, давайте вот я тебе на премьер расскажу. Вот я, ну, я там очень давно не был, но знаю, что ситуация там такая плачевая, город умирает. Вот, я, например, как журналист, что мне было бы интересно написать про материал, потому что я чувствую там боль. Боль в смысле свою, потому что у вас у самого должно болеть. Вот, боль, как бы, ну, такой, как бы человеческий. Потому что человек, когда читать будет ваш текст, нужно подумать о том, чтобы он к вам подключился, он понял, как вы, о чем вы пишете. Вот. Он понял, как бы, что вот то, что происходит в вашем тексте, эта история – это универсальная. Потому что нужно как бы все-таки думать, ну, универсальными какими-то материями. Потому что если вы будете писать там там текст, просто как вы там как доматург мучаетесь писать текст. Ну, простите, это будет интересно только доматургам, которые так же, как и вы, мучаются писать текст. То есть никому. Вот. Поэтому, например, что я сейчас начал писать? Да я начал писать материал про то, как город, собственно, умирает. И про то, как там есть какие-то, значит, компании. Я, может, читал об этом в каких-то местных СМИ. Может, сейчас уже этого нет, но вот я вот об этом читал, что там, значит, в какой-то момент... Я просто сам оттуда уехал в 7 лет. Мои родители, они как-то... Мой папа шахтер вообще. И он понял, что в какой-то момент он понял, что в городе вся эта угольная промышленность загибаться. Ну, мы уехали оттуда вовремя. Но потом, через некоторое время, я вот читал о том, что шахтерам там, почти всем выдавали жилищные сертификаты. Можно было с этим сертификатом уехать, например, куда-нибудь там в Пермь, или в Березники, или в Соликамск, или где-то пользоваться. Но были компании, которые, как будто таких шахтеров, особенно стареньких, просто каким-то образом с помощью каких-то махинаций эти сертификаты, ну, как бы, отмывали, выкупали там, не знаю, напаривали, отбирали. Вот мне было бы интересно, например, что я бы сейчас написал, я бы написал, как там вообще люди живут, есть ли там вот эти шахтеры, которых обманули, если есть, то как они живут, почему они обманулись, как бы, какие вообще у них ожидания были о жизни, когда вот они приезжали в Кизилов. Вот. Это я просто на примере вам объясняю, что я бы сделал. И я, естественно, в эту статью, я бы ее сновидел фотографиями жизни, ну, как бы и быта этих людей в Кизиле. Потому что, когда я там был, я там был, по-моему, лет, семь назад, кстати, был там с фотопроектом. Вот. Там люди, конечно, живут очень печально. Здесь нет ведь никого, кто из Кизилова. Нет? Есть? Я не хочу обидеть их жизни, но, как бы, чувство жителей Кизилова. Я сам из Кизилова, поэтому, видите, я небольшой морально правый мент, чтобы так сказать. Вот. Поэтому, как бы, я бы сделал, например, фотографии. То есть, сновидел бы фотографию на статью, естественно, потому что из фотографии, простите, скучно читать текст, каким бы интересным бы не был. Вот. Я бы еще, скорее всего, снял бы, ну, как бы, короткие, очень короткие интервью с жителями. Выбрал бы каких-нибудь, каких-нибудь колоритных жителей, колоритных персонажей. Например, какого-нибудь предпринимателя. Вот. Какого-нибудь, какого-нибудь пенсионера там. Какого-нибудь, может быть, актера там в каком-нибудь театре в Кизиловском. Есть ли театры? Не знаю. Звучит даже смешно. Но, наверное, есть что. Люди, что там живут как-то до сих пор. Вот. Поэтому, как бы, если говорить о структуре, то тут, как бы, тоже каких-то супер-секретов нет, но я все равно расскажу. Да, потому что, может быть, мне кажется, что супер-секретов нет. Во-первых, нужно поработать точно на заголовках. В заголовке, ну, как бы, заголовок должен быть цепляющим, да? Простите, как бы, за такой очень глупый совет. Туда можно для этого запихнуть какую-нибудь цифру. Например, там, не знаю, десять тысяч кизиловцев живут за чертой бедности. Вот как они живут. Например. Вот. Или, например, какая-нибудь экономическая трагедия гизила фото-видеорепортаж. Я сейчас просто какие-то примеры говорю из головы. Я совершенно не считаю, что там экономическая катастрофа. Город прекрасный. Надеюсь, будет процветать. Да простят меня кизиловцы. Вот. Очень важен, на самом деле, первый абзац, который в журналистике называется лидом садс. Он идет после заголовка. В этом абзаце вы должны ответить на три очень простых вопроса. Что? Где? Почему происходит? И почему там... Четыре вопроса, прошу прощения. И почему мне это должно быть интересно? И последний, почему мне это должно быть интересно? Он самый важный. Потому что в этом вопросе, ответ на который, скорее всего, будет состоять из четырех или пяти слов, ну или дай бог из одного предложения, вам нужно реально объяснить, что будет в статье, и почему это реально должно зацепить читателя? Я говорю, должно зацепить, потому что не очень понятно, зацепить ли действительно или нет. Вот. Почему он важный? Потому что зачастую в онлайн-изданиях, а большинство из вас, наверное, будет писать, вы не можете, пишите онлайн-изданий, но я вам пишу, писал для онлайн-изданий. Вот. Большинство из этих онлайн-изданий, у них как бы как это... Как у них выглядит там главная страница? У них вот эта вот картинка, да? То есть главная вот эта фотография статьи, заголовок, и вот этот вот линдомзац, и кнопочка там продолжить чтение или перейти в статью. И то есть, соответственно, как бы, читатель, он зачастую, как бы, вот видит вот этот вот блок, который, кстати, очень плохие издания просто берут и копируют в соцсети, да? Потом вы, как бы, в этой соцсети читаете вот этот вот линдомзац. На самом деле, так делать не надо, потому что в соцсети надо писать отдельный, как бы, отдельный текст. Вот. Ну, про соцсети, наверное, не очень интересные, я не буду рассказывать. Простите уже. Вот. Это что касается журналистского текста. Давайте про театры расскажем и про кино. Сначала про театры. Ну, с песними дела, как я понимаю, сложнее, чем с журналистским материалом, потому что видео туда не вставишь. Я говорю сейчас именно про текст. И фотки тоже не вставишь. То есть тут приходится, придется как-то, ну, выкручиваться только текстом. Вот. Ну, конечно, нужно, как бы, делать какие-то... Ну, вот я вам говорю, что нужно, во-первых, понять, как бы, для чего вы пишете. Нужно себе прям представить театр, для которого вы пишете. Это очень классный совет, который мне, например, поначалу очень помогал. Прям представьте себе этот театр. Если это сцена Молот, представьте, что вы пишете для сцены Молот. Ну, кто знает, может, в вашу пьесу возьмут. Если это театр, театр, ну, что, почему нет? Представьте, что вы пишете для него. Представьте прямо сцену, потому что это очень помогает. Потому что то, как бы, на какой сцене будет ставиться спектакль, я немножко вперед забегаю, от этого очень зависит, как бы, ну, вернее, от того, какая пьеса, зависит, как бы, на какой сцене будет ставить. Потому что есть пьесы, например, которые идеально смотрятся, как бы на маленькой сцене, такие камерные, камерные спектакли, да, вы слышали на камерные пьесы, вот, а есть, как бы, такие, которые смотрятся, ну, очень хорошо на больших сценах, это, ну, ничего там нового нет, так это работает, соответственно, как бы, когда, например, какой-нибудь спектакль, который, ну, является камерным, ставит на большую сцену, ну, предположим, в театре-театре, вы поставили на большую сцену имансимое новое объятие в Рыбарео, вот, или, например, человек из Подольска, Сережа, очень тупой, который показывает это в театре-практике, если мы поставили в театре-театре на большую сцену, то это было бы просто убийство того, как бы, что написано в тексте пьесы, почему убийство, потому что эта пьеса записана для маленькой сцены, и, как бы, и, ну, ее, конечно, можно как-то придумать, продумать для большой сцены, но, как бы, вы, как зрители, когда будете сидеть и будете видеть, что это, как бы, типа, перепридуманная большая сцена, вы будете понимать, что это какая-то хиния, что-то здесь не работает, вот, поэтому, как бы, так обычно и не делают, Ну и вот, например, пьес, спектакль, пьес, который написан для большой сцены, возьмем тот же самый наш любимый театр, театр. Вы же ходите туда, да? Мы читали новости о нем, конечно. Все мы любим театр, театр. Вот. И там, например, идет винил. Чудесный спектакль. Большой, красивый танцы, музыка, свет какой-то очень классный. И она придумана на большой сцене. Если ее поместить на маленькую сцену, то ничего не сработает. Вы будете смотреть, как бы, думать, что они там пытаются сделать на маленькой сцене. Там же негде даже танцевать. Вот. Ну, с винилом там история даже немножко в экране придуман был. Конечно, они его поставили специально на этой сцене, потому что там же у нас новая сцена, накрутящаяся, там, спецэффекты. Но не суть, в общем. Я хочу сказать, что представляете себе сцену, для которой вы пишете физически. Сходите прямо в этот театр, для которого, как бы, ну, для которого вы будете представлять, что вы пишете. И посмотрите на какой-то спектакль, на сцене, под которую хотите написать. Это очень важно. Вот. И это вам реально поможет, потому что вы будете представлять пространство. Что еще? Поскольку вы представили это, у вас в голове есть вот это понимание, вы начинаете писать и представляете себе персонажей. Например, вот там, Петя пришел к Ане, вот. И у них там что-то произошло, какая-нибудь любовь произошла, например. Вот. Но, там, например, Аня забеременела. И, 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 и... А ведь, например, не хочет брать на себя ответственность за ребенка. Вы простите, что я, как бы, такими глупостями говорю, но я просто говорю, чтобы вы что-то немножко не поняли. Вот. И, и, ну, вы и так понимаете, если не понимались. Вот. И, ну, то есть, вам нужно создать, как я говорю, на первых нескольких страницах, в общем-то, драму какую-то, вам нужно конфликт какой-то создать. Потому что любая пьеса, на самом деле, начинается с конфликта. А шедевральные пьесы, я говорю о классике, например, о Шекспире, о Островском, там, о Кушкине, о Чехаре. Ну, Чеха фан, он в этой тусовке, он в другой тусовке. Чеха вообще ненавидит театр. Вот. И это, например, вот Кушкин, я вот, когда разбирал там, какие-то пьесы, у него, ну, я сейчас не буду вас погружать в эти разборы, потому что там очень много, можно ничего сказать. Штука у него в том, что, как бы, в своих пьесах, он в первых же сценах, которые могут вам показаться очень глупыми, он в первых же сценах, как бы, дает расстановку сил. Вот, например, у него в Гамлете, там, в одной из первых сцен, да, вот этот званый... Читали, да, Гамлет? Не читали? Вот. Ну, ладно, не важно. Ну, вы знаете ведь, о чем Гамлет? Он возвращается, там, в датское королевство, не важно, в общем. Там, в первой сцене, сын, в общем, там, в званый обед, вот, в званый обед устраивает вот этот новый король, значит, надо все-таки рассказать, да, про Гамлет? В общем, умирает король, остается его безутешная вдова, значит, у него сын Гамлет возвращается, там, в родную Данию, вот, и обнаруживает, что, значит, дядя, вот, он, в факт, ну, он женится на его матери, вот, и становится законным королем, вот. И, значит, этот отец, который явно не любит Гамлета, не буду спойлерить вам произведения, вот, вы простите, я ничего плохого про вас не думаю, вот, я тоже, там, не в университете прочитал Гамлет, а позднее, вот, значит, ну, вот у этого отца и у Гамлета, у них, в общем, очень плохие отношения, очень плохие, в общем, и Гамлет, в общем, преследует, там, призрак его отца, будет, что-то мучиться, ну, не суть, в общем, это первая сцена ужина, которую устроил вот этот отец, новый, ну, новый, как бы, король, новый муж, как бы, и королевый. И в этой сцене, на самом деле, раскрывается, вот, расстановка сил, вообще, всего спектакля, что там будет дальше, то есть, там, на примере этой сцены, Шекспир, я не знаю, сознательный, не сознательный, я с ним, к сожалению, не знаком, думаю, наверное, сознательный он в мужчинах и женщинах, он был очень любимый, вот, и он там, как бы, ну, сразу рассказывает, что, ну, там, во-первых, он показывает, почему вот этот король, как бы, он вообще здесь создавал, создавал этот ужин, он показывает, как бы, ну, как бы, что, значит, этому королю нужно показать, свою мощь, свою солидарность с предыдущим королем, чтобы старая команда, чтобы они были с ним, чтобы они поняли, что он вроде и в том же направлении, но при этом у него какое-то новое видение дальнейшей жизни этого королевства есть. Гамлетт с этим естественно не дал, он как бы с этим не согласен. В практике, например, как-то был спектакль, в котором как раз в формате «Столи Тейлинга» рассказывали историю, не вспомню, как этот спектакль назывался, но она была прямо в этом жанре. Ну, вообще «Столи Тейлинг», если мы говорим про театр, в некоторой степени похож на «Читфу». Вы говорите на «Читфу»? Вот здесь я делал «Читфу» в иранской конференции. Во-первых, он отличается тем, что у вас актеры не читают по бумажке. Это я говорю про спектакль. Ни в коем случае. Во-вторых, когда это спектакль, у них есть пространство для того, чтобы персонажей все-таки сыграть. Потому что, когда вы делаете «Столи Тейлинг», зачастую это не игровая штука. А текст документальный все-таки? Он может быть любым. Вот, например, есть очень хорошая такая команда, в практике сейчас называется «Мастерская Брусникина». Они, по-моему, несколько лет назад или год назад, я, простите, может быть, что-то путаюсь с датой, они просто отправились в путешествие по России, вообще из Москвы, по-моему, до Владивостока, на поезд этот сели, да. И они записывали просто, они общались с людьми, записывали просто истории как бы тех людей, которые едут в поезде. И они из этих как бы историй сделали документальный такой спектакль. Можно сказать, что это такой вербатель. Ну, такой вербатель, да. Но они все равно, конечно, они играли, они вживались, как бы они присваивали себе эти образы. Они как-то были у них. Я на самом деле был тоже у них на одном спектакле «Мастерскую Брусникина». Он назывался «Бдой и после». Это тоже был такой вербатель. Они тогда, их тогда, в общем, отправили, значит, пообщаться с деятелями культуры, там, с таким, ну, как бы, с почтенного возраста, там, дирижовами, вот, оркестров, с актерами, с работниками театра. И они как бы потом вот эти вот образы и построили, значит, такие квартиры, как бы, такие блоки, квартиры в новом пространстве театра нации. И там стояли такие звонки, простите, горло болит. Там стояли звонки такие, ты мог, например, позвонить, они тебе открывали дверь, ты заходил, вот они начинали, как бы, в этом, в этом образе, как бы, в том, зритель заходил, зритель заходил, а не там, вот внутри. То есть это же иммерсивный такой. Да, 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 да. Такой иммерсивный, игропательный такой. Видите, театр, на самом деле, в России, он гораздо дальше ушел, чем кино. И театр российский. На самом деле, он более востребован, чем российское кино. Не хочу обидеть здесь, там, синефилов, но это факт. Вот. Достаточно вспомнить, вот, любую там историю, любую награду, там, связанную с Кириллом Семеновичем. Вот видите, он сегодня с нами. Который, там, ездит куда-то в авиньон, там, ставит себе спектакль, там, Чехова ставит. Вот. Что он там? Шекспира ставил. Оперы ставил. Оперы ставил. Оперы, да. Оперы ставил. Оперы, вот. По музыке Мусоргского. Вот. Потому что это моя ключевая концепция. В Ирпайский театр, вот, то, чего я научился, тоже с меня приехал, европейский, кстати говоря, театр, мы не будем обманывать зрителями, там, актерами, они не будут перед нами, там, играть вот этих датчан. Ну что, вы же там, когда придете, вы же будете понимать, что, ну что, как бы, что, я же не идет, я понимаю, что передо мной, как бы, там, актеры, театр, театр. Зачем? И я не собираюсь обмануть. Но при всем при этом, у них, как бы, есть просток для, вот, их работы, ну, для актерских. Но это все вы выйдете, когда придете. Потому что мы же не зря репетировали, я не зря приехал со всеми садиками. Хочется время просто. Ты не будешь читать текст? Еще раз? Тексты будут читать? Ну, нет, 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 нет. Мне интересно, то есть, есть, ведь же, не нарративный театр, а вот, ну, кастрел, как бы, где истории вообще нет. То есть, это же не мир. Пермские боги. Да, Пермские боги, те же. Новый мир. Ну, ничего. Там, вообще все идет, там, не знаю, там, еще и французский новый роман, как бы, он же не рассказывает истории, ну, что-то другое показывает, там, опять-таки, сколько занимает пространство у Мостоевского преступления и наказания, собственно, сама история, как бы, то есть, убил старушку, товарищ сбил лошадь, поговорили. Ну, это психологически, понимаешь, ну, что достается здесь? Здесь нет истории тела, как бы, не пространство истории тела. В итоге, оказывается, что, тоже, вот, большая история, как бы, в Англии переписывают, там, ряд, там, драйвинг. Ну, вот, у нас недавно, да, я понял, о чем ты говоришь, у нас недавно была, вот, Евгения Шамрова, тоже, режиссер-мегистрантка курса Бориса Геннитиевна Игрома, она ставила, вот, там, беспредельницу, да, как бы, ну, перенесла ее в наше время. Ну, что, она тоже, там, порезала текст. Ну, то есть, ну, вот, как бы, ну, да, как-то вот, она все решила вот так сделать. Но при всем при этом, то есть, я вот когда смотрел, ну, мне, кажется, и так и понравился, но я вот Островского там вообще не услышал. Где он? Где Островский? Островский, что со мной разговаривал не драматург, со мной разговаривал режиссер. Вот и все. Вот. А вы, когда придете на динамскую конференцию, вы услышите, что с вами разговаривали драматург. Потому что ничего не приблизенного от режиссера? Еще раз. Ничего не приблизенного от режиссера? Нет, там есть, как бы, там есть решения какие-то мои, которые я лично принес. Ну, как бы, я сейчас не буду об этом рассказывать, это определенно, как бы, должно быть какое-то, ну, какая-то, ну, какая-то, понимаете, ну, тайна вообще-то. Вот. Но в целом, вы, когда придете, вы поймете, что с вами разговаривает Иван Вырубай. Для меня это было важно перенести. Т.е. тот театр, которому я научился, который мне нравится самому. Я сам, когда, вот, напишу пьесу. Я же понимаю, что я, как бы, я не хочу, чтобы режиссер такой пришел. А, класс, сейчас я это вырежу, это вырежу, это оставлю, классная сцена, а сюда добавлю голых теток. Ну, простите, как бы, я не об этом писал. Вот. Кстати, голых никого там не будет на конференции. А, конечно. А если сказку расскажут? Посадил дед веку историю? Ну, смотря какая сказка. Посадил дед веку выросла века большая. Это история. Там же есть, ну, там есть вот эти основные части, основная часть, как бы. Ну, есть конфликт есть. Ну, конечно, конечно, конечно. Это история. Чаще всего, на самом деле, это история. То есть, какое место в сказке занимаются всякие психологические переживания, размышления? Ну, понятно. Это же речь, где действуют персонажи. То есть, у вас последние. Делая это, например, в театре, в форме storytelling, вы можете добавить сюда какое-то, например, там, не знаю, видео, например, которое за вашей спиной будет показываться, что-то. Вы можете снять, там, вот этих животных, например, которые, там, дергались за эту реку, да? Ну, вот, не знаю, какой-то, там, в формате, как бы, макюментами. Вот. И вы можете вообще-то в деревню уехать, снять настоящую реку, как бы, там, пытались ее как-то достать. Ну, то есть, поле для вариантов, поле для того, как это сделать, все от вас зависит. Но, помните, я вам в самом деле что сказал? Если вы хотите, чтобы, ну, как бы, это куда-то ушло, там, кроме вашей квартиры или вашего маленького камерного театра, вот, простите, вам нужно с самого начала себя спросить, я делаю это, чтобы что? Для чего я это делаю? Да. У меня есть еще спешной-карезный вопрос. Вот, смотри, а есть же принцип, как бы, что не соврешь, как бы, хорошую историю не расскажешь. Ну, о чем правило, о чем? Ты же, в общем, не собираешься брать, то есть, ты... Как это получается, говорить правду и рассказать хорошую историю? Саша, слушай, давай вот, смотри, вопрос с вами, Юра, пожалуйста, конкретный вопрос. Вопрос в чем? Для того, чтобы рассказать хорошую историю, не обязательно надо лгать, правильно? Ну, смотри, какую историю, что, о чем лгать. То есть, если, понимаешь, если у тебя твоя история основана, как бы, ну, у нее есть какая-то документальная основа, и ты, там, что-то додумал, ну, это уже, как бы, это уже, как бы, это уже получается, вот, как раз стоит это, это получается, какая-то, ну, что, сказка, какая-то фантастика, что это рассказ какой-то, я не знаю. Вот. Если мы говорим, например, про, не знаю, про Иранскую конференцию, или про любой другой спектакль, там, про пермских богов, ну, что, это же все как-то додумано? Нет. Это же не бронье. А что, о чем ты конкретно говоришь? Ну, просто, насколько, как бы, реальные факты, ну, то есть, насколько можно отследить интересную документальность, как бы, там, всякую, какую-то... Как угодно, как угодно, ты можешь найти, ты можешь найти какой-то документальный случай, очень классный просто, найти в нем какую-то глубину. Вот, например, хороший пример, сейчас я вспомню, сейчас идет фильм, ну, он, наверное, не очень долго будет идти, называется, у него очень дурацкое название российское «Игры разумов» с Мелом Гибсоном и Шоном Пленнером. Вот, к сожалению, с этим фильмом связаны сотни там скандалов, и не буду сейчас вас в них погружать, но там у него очень классное, как бы, ну, у него очень классное начало, как бы, очень классная первоснова. В общем, один журналист, я не помню его имени, простите уж, он, в общем, накопал такую историю, что, оказывается, оксфордский словарь, это, в общем-то, самый главный такой документ, как у нас, там, орфографический словарь Дали, например, есть, или Ожигур, да, или вот какие-то словари у нас, в которых собраны все слова, вот, как бы, вот этот оксфордский словарь, это такая библия для, ну, для англоговорящего мира, где собраны, типа, все слова, вот, ну, им большинство, или выражения какие-то, словосочетания, там просто куча томов его, вот, и этот журналист накопал, что, оказывается, этот словарь, значит, его создал, там, не профессор, о котором думали, что вот он создал, создал, как бы, он в соавторстве с еще одним человеком, который оказался психом-убийц, там, вообще, каким-то маньяком просто, который вдруг сидел и отправлял, просто, ему, как бы, ну, вот эти вот, ну, как бы, выражения, тут записывал, тут сам не знал, что это за человек такой, ну, вот, вскрылась вот такая вот правда, вот, что, как бы, словарь от этого хуже стал? Нет. Я сейчас не говорю про художественные ценности фильма, но вот тоже смотри, как бы, вот документальное слово классное, как бы, классное, как бы, какая-то вот история, именно история, понимаешь, ну, что, ничего себе, в создании словаря участвовал маньяк-убийца. Вау, ничего себе, и это реальная основа, это факт, факт, факт. Вот, но при всем при этом, там, они добавили в фильме, там, какую-то историю, там, связанную, там, с семьей, вот, этого психоманьяка-убийца, там, с семьей, вот, этого профессора, который, как бы, с ним сотрудничал, что, как бы, от этого оно стало хуже? Это же они не соврали, они... Ну, Став, вам не нравится, вот. Мне нравится очень крапиво, я люблю в крапиву приходить. Но, как вы понимаете, это же у всех разный процесс. Я, например, понимаю, что я когда прихожу в такое место, в такое, знаете, мне хочется, конечно, остаться одному, но когда я в такое место прихожу, я сам собой передаю, что я тут сейчас один, но где-то там рядом есть люди. И мне это дает какое-то ложное ощущение того, что я в компании с этими людьми. Но мне вот это нравится. Но я могу и дома писать, понимаете? Нет какого-то принципиального места, где вот только в этом месте мне пишется. Нет. Ну и плюс вы же сами решаете для себя, где вам как бы писать. Это же не место делать как бы ваш текст. Вы сами его делаете, понимаете? Можно сесть на улице в каком-нибудь парке и начать писать. Главное, чтобы был какой-нибудь ноутбук с классной батареей. Вот. Или там, не знаю, планшетка. Я вот, например, как бы писал, но пишу сейчас тоже уже реже, рецензии для нескольких изданий. Например, в Перми пишу для Протея. Вот. Писал для звезды. Вот. Которая с этой звезды, да. Вот. И, например, я очень часто там, я или мои там, друзья, приятели мне там, из этой звезды, мне скидывают какие-то комментарии там, которые ВКонтакте оставляют под моими лицензиями. Ну, что я читаю, как бы, и что я с этим сделаю. Ну, есть такое. Первая пьеса была написана в театре «Практика». Ха! Для Урупаева. Ну, как раз, когда уже уволился оттуда и въехал в Польшу. Ха-ха. Вот. Так что... И она заинтересовала в театре? Да, она заинтересовала в Урупаеву. Но на тот момент уже там не работал. Вот. Ну, и поставим в другую театр или какие-то мелкие. Это вот первая, да, пьеса? Это моя первая пьеса была, да. Угу. Ага. Ага.